Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». Мы работаем в прямом эфире. Нам можно звонить по телефону 300-190, задавать свои вопросы. Сегодня с вами я, Ирина Чекунова, а в гостях у меня Андрей Владимирович Григорьев, исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Андрей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Тема эфира «Безопасность на Тверских дорогах», «Качество Тверских дорог». Поговорим о ходе реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги» и продвижении в регионе новой транспортной реформы Верхневолжья. То, что интересно очень многим жителям региона, потому что так или иначе, каждый человек, который живет у нас в регионе, в Верхневолжье, участник дорожного движения. Будь то пешеход, будь то водитель или пассажир, который передвигается в машине. Предлагаю начать со статистики. Какая статистика с начала года и чем, возможно, характерна вот этот вот такой период межсезонья, скоро лето, весна и зимы-то толком не было. И как это отразилось на безопасности дорожного движения? «Если в прошлом году мы помним, в февраль месяц он охарактеризовался большими снегопадами, обильными, заносами на дорогах, гололедицей, то в этом году такая начало зимы погода была всю зиму примерно. То снег выпадет, пару дней полежит, вроде мороз, потом подтает, растает, дороги освобождаются». Ну, такая зато лафа для коммунальщиков, да, если обычно тоже, думаю, хватит ли техники, была тема нет. Ну, зато каждое выпадение снега становилось неожиданностью, да, к сожалению. Поэтому наполняемость, вот количество и ДТП, которые произошли на наших дорогах, она, конечно, чуть изменилась. Если в прошлом году мы, ну, во-первых, я скажу, что, в принципе, квартал прошлого года и этого года на уровне прошел. Очень напряженная обстановка была, несмотря на то, что и дороги, я говорю, практически в осеннем режиме эксплуатировались, по асфальту ездили. И дня же Сенчика как такового, вот такого ярко выраженного не было. Но их было много возможностей. Да, 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 потому что заморозки и неожиданные на скользкой дороге. И поэтому, несмотря на то, что нам удалось справиться со встречными столкновениями, которые в прошлом году нам практически 30% погибших принесли. Это выезд на встречку? Да, выезд на встречку, на региональных причем дорогах, ну, там, где нет ограждения осевого. Значит, ну, к сожалению, количество погибших у нас не снизилось. Ну, было 52, стало 50. То есть, такое снижение-то очень в рамках статистической погрешности. Ну, да, вот по сводкам это идет, там, минус. Если ты видишь минус, значит, это как-то обнадеживает. Обнадеживает. А что такое два человека? Нет, две сохраненные жизни, это много. Хотя, вот, везде, везде, каждая человеческая жизнь, да. Конечно, конечно, это много. Но в целом, да, есть. Но в целом, в целом, не удалось, конечно, вот динамики там на 30% снизить и так далее. Почему это произошло? Провели вот такой детальный анализ. Да, действительно, прекратили выезжать на встречную полосу. Но зато активизировался съезды в Кювет. Дорога пустая, чуть-чуть прижал на педаль газа, превысил допустимую скорость. Я не говорю, превысил установленную скорость движения, там, 90 км в час. Допустимую. Может быть, 70 надо было ехать-то. Ну, дорога там скользковата, может быть, посыпана, да не подтаял еще этот ледок, еще песчано-соляная смесь не сработала. И у нас съезды в Кювет. Вот съезды в Кювет мы зафиксировали, ну, практически в 2,5 раза выше аварийность. Правда, тяжесть последствий ниже, конечно, чем лобовых столкновений. Все-таки сам съехал, сам въехал. Скорость движения кинетической энергии, она пониже. Ну, там уж как повезет, там или дерево, или опрокинулась машина. Да, опрокидывание, конечно, тоже много есть и с тяжкими последствиями. Но количество погибших у нас все-таки на уровне с прошлым годом практически осталось из-за того, что самая незащищенная категория участников дорожного движения – пешеходы. У нас стали по собственной вине гибнуть. Это именно вот с начала года зафиксировано? Вот именно с начала года, да. Сколько человек погибло? 11. 11 человек. 11 по своей вине. По своей вине это как? Это переходят дорогу в неположенном месте или как? Переход дороги в неположенном месте. В темное время суток без отражающих элементов вне населенных пунктов. Это выход на проезжую часть без цели ее перехода. То есть, ну, это может быть и состояние какое-то опьянение, может быть, утомленное состояние и так далее. Тоже пешеходы. И также движение по проезжей части вместо того, чтобы двигаться по обочинам. Это мы фиксировали, конечно, и в прошлом году, но не в таком количестве. У нас просто в два раза выросло количество погибших пешеходов. Стало больше желающих погулять, что ли? Я думаю, все-таки мы связываем это вот именно с такой погодой. Большинство, конечно, дорог не имеет асфальтированных обочин. Обочины в грунте. Когда то снег, то дождь, естественно, там грязно. Там грязно. Хочется идти по комфортному, чистому асфальту, не всегда понимая, что он подвергает свою жизнь опасности. Ну да, идет там по дороге, думает, ну сейчас отойду, увижу встречный автомобиль, там отойду. Не всегда получается. Ведь ночью, да, можно очень-очень спокойно не заметить пешехода. Конечно. Если нет светоотражающих элементов. Если нет светоотражающих, а светоотражающие есть далеко не у всех. И как у нас было, помните, ДТП на Сахаровском шоссе, где погибли два подростка, да? Ведь не видели, вот, или освещается, или если едешь без какого-то вот, да, фонаря, этого не видно? Не видно. На дороге этого не видно. А потом маневры, может быть, разные. А вдруг машина объезжает какую-то яму на дороге? Конечно. Она вернет и достаточно. Конечно, конечно. Потому что, вот, детальный разбор таких ДТП, ну, мы в эфире, конечно, это обсуждать не сможем, потому что это уголовные дела, да, они расследуются, в суде еще решения не приняты. Но, как показывает практика, если вот обобщенно брать, две стороны все равно виноваты в ДТП-то. Пешеход нарушил, водитель не предусмотрел. В любом случае, водители должны быть более внимательны на таких темных дорогах. Если ты едешь, темный асфальт, дождь, свет липнет к дороге, снизь скорость. Ну, да, 90 км в час разрешено вне населенных пунктов. Лучше ехать 70, чтобы в случае обнаружения опасности иметь возможность остановиться, предотвратить наезд на пешехода, на животное. Кстати, очень много было у нас наездов на животных. Это вот, это выскакивающие на дорогу, те же самые лоси. Да, крупные животные. Из-за которых, в том числе, гибнут люди. Знаки стоят, знаки предупреждают. Но, однако, не все правильно на них реагируют. Хотя в этой ситуации виноват именно водитель. Потому что машина, это повышенный источник опасности. Да, тем более, что если это участки дорог, обозначенные знаками дорожными, дикие животные. То есть, это уже рассчитано экологами о том, что здесь возможны пути миграции, пути перехода. Ну, от этого никуда не деться, да, это животный мир. Поэтому водитель-то предупрежден. Никто его не заставляет в ясную солнечную погоду, когда вправо и влево от дороги видно на 50 метров, ехать 60 км в час. Но если ты едешь ночью, увидел этот знак, ты не увидишь лося. Он, естественно, ничем не подсвечен, там темно. А потом они обычно выскакивают неожиданно. Он может идти параллельно, а потом вот что ему было возбредет. Да, 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 совершенно верно. Вот еще такой нюанс. То есть, в принципе, и ситуация такая на дорогах. И с учетом все-таки сезонности и отсутствия, скажем так, привлекательности нашего региона в такой осенне-зимний период, когда у нас не покрыты льдом наши озера и реки, либо наоборот, нельзя еще купаться. Приезжих-то немного. И гибнут и страдают во всех ДТП в основном жители нашего региона. Мы с вами. Вы еще говорили в самом начале передачи, что недопустимая скорость. А вот как это нужно интуитивно почувствовать, что здесь нужно снизить скорость? Или состояние дороги проверить на тормоза? Или что-то? Что вы посоветуете водителям? Это азы управления. Этому учат? Конечно, учат в автошколах. Конечно, выезжая, допустим, на дорогу, проснулся, у тебя немного заиндевело стекло лобовое. Ну, понятно, был там заморозок. Выезжаешь на дорогу, на летний, на зимний, неважно. Осмотрись на дороге. Нет никого сзади, спереди, ты никому не помешаешь. Нажми резко на тормоз один раз. Посмотришь, как машина себя ведет на дороге. И таким образом ты будешь уже планировать, сколько тебе, 40 км в час ехать или 20? Или все-таки можно 60 в населенном пункте разогнаться, потому что ты понимаешь, что резина держит, дорога не скользкая. Другой момент. С освещенного участка ты заезжаешь в неосвещенный участок, но находясь еще на территории населенного пункта. Допустим, ты должен его покинуть. Но мы же понимаем, что в населенном пункте пешеходы все равно передвигаются. И вот я говорил, такие факты-то бывают. Вот он передвигается по проезжей части, чтобы не идти по обочине. Освещения уже нет, а водитель с той же скоростью продолжает с высокой двигаться. И не успевает среагировать. Надо скинуть с 60 до 40, тогда в свете фар на достаточном для остановки расстоянии. Ты увидишь пешехода и сможешь остановиться. То есть все у тебя в голове, если ты сидишь за рулем. Конечно. И буквально несколько слов о том, как прислушались к вашим советам по замене резины. Зимняя, летняя, как уже автомобилисты более соображают в этом. Большинство уже, конечно, переобулось на летнюю резину. Но мы наблюдали в конце прошлого года и даже в январе текущего года на летней резине были ДТП. То есть то выпадет снег, то растает. Да мне тут доехать, тут километр два, да я это, да я то. И вот в итоге, конечно, сезон-то зимней резины определяется производителем соответствующих изделий. Если плюс 4 градуса, летняя резина уже не работает, она становится жесткой. Торможение, маневрирование, вообще удержание транспортного средства на проезжей части, оно проблематично при плюс 4 для летней резины. Для этого существует зимняя, более мягкая резина с улучшенными сцепными качествами именно в такие погодные условия. У нас еще проблема, которая была, наверное, во все годы. Об этом поговорим сразу после рекламы. Уважаемые телезрители и радиослушатели, не переключайтесь. Три минуты мы отсутствуем, а потом вновь возвращаемся в эту студию. Уважаемые друзья, мы вновь в студии. В эфире программы «Тема дня» с вами Ирина Чекунова. Сегодня у меня в гостях Андрей Григорьев, исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД УВД России по Тверской области. Андрей Владимирович, еще одна проблема, которая характерна, последние годы мы о ней говорим, всегда это пьяная аварийность. Контроль трезвости, это уже, знаете, это уже как отчинаж, да? Ну, вот как бы не набила тема осколину, конечно, да, но на самом деле... Все продолжается. Каждое седьмое ДТП, это ДТП с участием пьяного водителя. Мотив, какая мотивация, что не понимают, или как, что людьми движутся? Вы понимаете, здесь, наверное, комплекс проблем, как и везде, и комплекс тех мероприятий, которые необходимо сделать, чтобы уйти от решения этой проблемы, чтобы все-таки решить ее. Законодатель нас присмотрел вроде как и усиление уголовной ответственности, вообще ответственности, ввел уголовную ответственность в повторное управление. Но мы видим, что мы в прошлом году более тысячи пьяных водителей задержали за квартал. В этом году мы более 1200 задержали за квартал. Но у нас количество ДТП с участием пьяных водителей выросло почти на 40%, на 38,6%. Это вот с начала года? Это с начала года. Вот столько людей уже испортило себе судьбы. Да, управление ТПС в состоянии опьянения – это административная ответственность. Административка. Прошел год после ее окончания исполнения срока лишения, и все. Ты считаешься непривлеченным к административной ответственности. Твоя биография чиста. Но если ты повторно в этот год опять попался пьяным за рулем... Пока у тебя не было прав. Да, да, да. Пьяным за рулем. Либо после окончания исполнения уже ты получил водительское после лишения, но еще год ты считаешься привлеченным к административной ответственности. Это уже после того, как ты получил права. Да, я получил права, да. Если ты еще раз попался по сходной статье, отказался от проходения свидетельствий, либо оформился по 12.8, значит, то это уже уголовная ответственность может наступать по 264.1. При этом ответственность усилена законодательным, в том числе и по статьям Уголовного кодекса по ДТП 264. Не прямовые, а обычные, где пострадали люди, погибли люди. Там усилена ответственность. Усилена ответственность за скрытие с места ДТП. Мы же понимаем, зачем скрывается с места ДТП? Чтобы скрыть свое состояние. Наверное, один из ста скрывается только действительно из-за того, что в состоянии аффекта. Испугался, не знал, что делать и так далее. Такого практически не бывает. Но в итоге не получилось у нас в этом квартале все-таки остановить прирост. Хотя в прошлом году, мы прошлый год закрыли, с разницей в четверть. Мы на 25% снизили аварийность с участием водителей в состоянии опьянения. Что еще нужно говорить с таким людям? Как быть? Я думаю, что будем говорить. И мы, и вы вместе будем объяснять, рассказывать о том, что они отвечают не за себя в этом состоянии. Не столько за себя, сколько за окружающих. Которыми могут быть и члены их семей, дети. По вине пьяных водителей есть статистика, сколько человек погиб? По вине, да, есть. В этом году погибло у нас 8 человек. 9 человек погибло. Цифра кажется небольшой. Но поймите, из 50, 10, каждый пятый. Я сказал, что каждый седьмой ДТП с участием водителя в нетреновом состоянии огибнет еще чаще. В каждом пятом ДТП погибает. То есть, каждый пятый погибший, это погибший в пьяном ДТП. Поэтому, конечно, только совместными усилиями. Это должна быть общественность, это общественная организация, это средства массовой информации. Мы проблематику эту пытаемся освещать в СМИ. Она видна, она на первых полосах, в интернет-изданиях, в социальных сетях. Но не всегда это срабатывает, не до каждого это доходит. Но еще плюс, конечно, может быть, несколько снижено сейчас информационное пропагандистское воздействие в условиях борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Да, на первый план вышла другая угроза. И кажется, что сотрудники полиции, сотрудники ГИБДД заняты несколько другим. Хотя операции контроль трезвости проводятся и сейчас. Мы стараемся все-таки минимизировать общение личного состава наших инспекторов с гражданами. Но, однако, естественно, если мы видим неадекватное поведение на дороге, если у нас есть какая-то информация от наших добровольных помощников, мы, конечно же, проверяем такие автомобили, таких граждан. Ну и, как видите, статистика, более 1200 привлеченных к ответственности только за квартал. То есть, получается, если взять население нашей области, то каждый десятый, да, практически? Да, да. Я знаю, что за последние годы активизировались люди, которые стали понимать и звонят, и информируют о том, что мы видели подозрительного человека, похоже, он пьян, и сообщают в ГИБДД. Да, совершенно верно. Ну, по телефону 112 сейчас это больше приходит общение, но, во всяком случае, мы такую информацию получаем, получаем очень часто. В прошлом году мы, статистику сейчас по собой нет, но более 700 человек мы привлекли к административной ответственности именно с помощью наших добровольных помощников. Ну, то есть, еще раз говорим, уважаемые друзья, находясь за рулем в нетрезвом виде, вы практически совершаете преступление, вы потенциально убийца, да? Если не себя, то другого человека вы можете убить. Дети и подростки как себя ведут в этом году на дорогах? К счастью, к счастью. Наверное, в каком-то моменте это связано все-таки вот и с карантинными мероприятиями, ребятишек на улицах наших городов не так много. Ну, хотя бы родители немножко побольше смотрят. Родители, да, побольше смотрят, потому что они находятся с ними, постоянно под контролем, нет путей у них в учебные заведения, либо по кружкам, по интересам они у нас не ходят. Поэтому мы сейчас, конечно, еще... Но это надо отдать должное, что и по февралю, и по двум месяцам мы фиксировали снижение количества пострадавших в ДТП детей, вот, а сейчас мы вообще больше 50% аварийность снизилась, что не может не радовать. Однако, к сожалению, у нас есть один погибший. Причем этот погибший, он не в большом населенном, в малом населенном пункте. Это сельская местность. Там, где один пешеход встретится на поселковой этой деревенской дороге раз в час, да, и машина раз в полдня проедет. Но вот, к сожалению, что получилось, то получилось. Переходила дорогу? Ну, мы не будем обсуждать, потому что я вот комментирую. Но он вышел на проезжую часть. На проезжую часть. При этом все, кроме велосипедистов, это пешеходы. Они приравняются к пешеходам. То есть, переходя дорогу, человек должен слезть с этого самоката и лезти рядом. Конечно, обязательно. Но как велосипедист тоже ведь... Спешиваться обязан, да, и переходить по пешеходному переходу только ногами, как пешеход, ведя велосипед рядом с собой. Но это понятно, почему. Водитель, конечно, должен предугадать о том, что на пешеходный переход может выйти пешеход. Но если он движется на моноколесе, пешеход, не всегда водитель имеет возможность среагировать, потому что скорость пешехода там 5 км в час, скорость на моноколесе, но, наверное, несколько выше. 8-10, может, 12. Ну, вот, собственно говоря, из этого мы исходим и призываем все-таки родителей повнимательнее относиться к детям там, где они гуляют, там, где они играют. Сейчас все массовые мероприятия развлекательные в связи с вот такой ситуацией у нас, пандемийные, они запрещены. Поэтому, если все-таки у вас дети где-то воздухом дышат, ну, держите их в поле видимости и не разрешайте какие-то подвижные игры вблизи проезжей части, уж тем более не на проезжей части. Детские удерживающие устройства каждый год проводятся и проводились рейды. Говорим уже много лет об этом. Доходят ли людей? Доходят. Можно поставить себе это уже вот в заслугу. 90% водителей установили детские удерживающие устройства себе в автомобиле. Даже, может быть, больше, 95%. Изредка у кого они не стоят. Но у нас появилась другая проблема. В установленном детском удерживающем устройстве находится несовершеннолетний, не пристегнутый ремнем безопасности. Ну, объясняют это разным. Сам отстегнулся, ему неудобно, он у меня очень активный. Так это не работает. Ремни пятиточечные, они разработаны именно таким образом, чтобы не допустить, что несовершеннолетний сам может отстегнуться. Это нужно уже быть довольно-таки взрослым несовершеннолетним. Да, потратились на кресло, оно все-таки стоит недешево и не сделали такое. Мы же понимаем, что при резком изменении направления движения автомобиля, неважно, останавливаться он стал, маневрировать вправо-влево стал. Ребенок-то он ничем не закреплен. Он начинает точно так же вместе с автомобилем двигаться по салону и получать травмы внутри салона. Поэтому, конечно, это недопустимо. Нужно обязательно использовать детские удерживающие устройства и обязательно пристегивать в них своих несовершеннолетних. Это как все-таки достижение, что вначале тоже когда-то давно-давно уже, кажется, не верилось, что будут все водители пристегиваться. Да. Приучили. Ну, скажу так. Значит, статистика показывает, что в третье ДТП, в которых пострадали люди, они бы не пострадали, если бы были пристегнуты. Не обязательно водитель. Водитель пристегивается. Пассажир на заднем сиденье считает, вообще, зачем пристегиваться? Ну, никто же не видит. Я же сзади сижу. Да, я же сзади сижу. Что мне будет? При любом, так же, как я про несовершеннолетних говорил, изменение направления движения транспорта, его скорости, начинает по салону точно так же у нас пассажир гулять. И может получить травму, в том числе и такие сложные довольно-таки... Да, да. Вы знаете, я выезжала неоднократно на последствии таких аварий. И вот именно сразу же первый вопрос, который, когда вот на месте стоим, видим эту раскорюженную груду, был пристегнут или не был пристегнут человек. И сразу же говорят сотрудники ГИБДД, если бы был, то бы выжил. А что происходит с машинами? Это просто вот некоторые на самом деле думают, что нас не коснется. Это же беда. Русский авось. Это русский авось, действительно. Давайте мы теперь поговорим о качестве. Ведь одно время качество дорог влияло непосредственно тоже на аварийность, когда было очень много ямок. Да, согласен. И черт что-то разводило. Когда было из Москвы до Санкт-Петербурга невозможно доехать за световой день, из-за того, что дорожное полотно было архискверным состоянием, изношено, имело огромные выбоины, ямы, соединения полос. То есть ямочный ремонт картами делали, и карта от карты отличалась на пару сантиметров. То есть там и разбитые колеса, и скореженные автомобили, и так далее. Я помню, даже были такие дни, но это тоже давно, когда мы с комбатом ездили с рулеткой. И вот на каждом, буквально через каждые 100 метров остановились, вылезали и мерили. И глубину этой ямы, вот на улице Рженикидзе так было, огромная. Ее все объезжали, и куда деваться, непонятно. Ну, вот при таких повреждениях дорожного полотна на федеральных дорогах, где скорости все равно высокие, они, конечно, могли и приводили к тяжелым последствиям. Сейчас мы видим, что дороги у нас все-таки содержатся в более лучшем состоянии. Ну, уже так все приходит. Я думаю, что Москва, Санкт-Петербург, окружная города Твери, всем понятно, что ездить там комфортно, удобно. И даже некоторые жители уже привыкли ее выбирать в качестве альтернативного объезда, чем ехать через центр города. Зачем? Можно спокойно по четырехполосной дороге проехать тебе за 5-10 минут в любую точку города, добраться. Ну, кроме Заволжского. Заволги, я имею в виду. А вот что касается города, здесь все-таки укладка асфальта, то есть выравнивание дороги, оно комфорта добавляет в вождение автомобиля, в управление, в поездках на общественном транспорте. Согласен. Но без дополнительных инженерных мероприятий, которые повышают безопасность движения вот именно на данном отремонтированном участке дороги, конечно, ничего не будет. Вот давайте возьмем улицу Арджинькидзе. То же самое, вернемся к ней. В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качества автомобильной дороги» там было уложено новое асфальтобетонное покрытие, значит, нанесена разметка пластиковая. Чуть-чуть изменена схема движения на данном участке. Ну, она с чем связана? Во-первых, стало пошире для автомобилистов. Трамвайные пути-то исчезли. Да. Уменьшилось количество поворотов левых. Понятно тоже, почему. С одной полосы поворачивать через другую полосу легко. А когда ты поворачиваешь уже через две полосы, да в условиях интенсивного движения в городе, ну, точно небезопасно. Можешь и не увидеть. Это чревато. Конечно. По левой полосе двигается автобус, а в правой полосе едет малолитражка. А ты поворачиваешь на газели, допустим, на грузовой. И когда малолитражка у тебя в среднюю часть газели въезжает, она низенькая, подъезжает по драму. Что может случиться с водителем малолитражки? Он может вообще погибнуть. Погибнуть, конечно. Вот, собственно, основываясь на этом, и были произведены именно эти мероприятия. То есть количество пешеходных переходов было сведено к тому необходимому минимуму, при котором и комфортно пешеходу, ему не нужно идти за 500 метров, пешеходный переход доступен 200 метров. Вот в любом случае, какое бы место вы ни взяли, вот с какого бы ни вышли, и сказали, вот здесь мне будет не перейти. Нет. До ближайшего пешеходного перехода менее 200 метров. Все в соответствии с регламентирующими документами, ГОСТами, СНИПами. Значит, и на таких пешеходных переходах мы же имеем. Если их меньше, мы же можем запланировать установку вызывного пешеходного светофора. Удобно. Удобно. Точно все остановятся. Ну, это как на Туполево сейчас, где-то Минополе. Помните, сколько аварий там было, сбивали пешеходных? Конечно. Они исчезли. Сколько у нас было ДТП на Арджоникидзе, связанных с разворотами? Мы фиксируем. Их гораздо меньше. Поэтому вот установка тех же пешеходных ограждений, они сделаны не для того, чтобы удержать автомобиль, которые попытаются в нарушении всех существующих правил въехать на тротуар. Нет, наверное, он все-таки это ограждение не удержит. Но она удержит нашего несовершеннолетнего пешехода к попытке перейти дорогу в любом месте, где ему показалось возможным. Мне сразу есть юность напомнила. Помните, сколько там было ДТП, когда установили вот это? Надо приучать человека приходить именно здесь. Конечно. А когда привыкнут, станет уже гораздо комфортнее и для себя более понятно. У каждого пешеходного перехода, по моему мнению, в населенном пункте может быть расположена искусственная неровность. Лежащий полицейский. Либо совместить пешеходный переход с искусственной неровностью. То есть, когда пешеходный переход наносится по гребню вот этого пешеходного перехода. В других регионах такая практика введена. Посмотрим статистику. Может быть, будем распространять ее и у нас. Сейчас очень эффективно работают вот эти механические снижатели скоростей. Хочешь, не хочешь, но машину-то жалко свою. Водитель нажимает на тормоза. Если мы оборудуем, это мое такое личное мнение, человек, который давно работает в органах госавтоинспекции, если мы хотя бы половину пешеходных переходов оборудуем искусственными неровностями, у водителя нога будет сама тянуться к тормозу, когда он будет видеть знак пешеходного перехода. Это психология. Несколько лет покататься по одному и тому же маршруту, и на каждом пешеходном переходе ты будешь притормаживать, даже если там не будет искусственных неровностей. Но опять же, это пропаганда, конечно, в первую очередь, ну и плюс технические мероприятия. Ну вот улица Роженекидзе, о которой вы сейчас говорили, она является как показатель вот этого полностью воплощения данного проекта. Нет, мы увидели уже некоторые нюансы, касаемые нанесения разметки. В этом году будем вместе с администрацией города, мы уже обсуждали, подправлять. Где-то не хватает места для разворота. Но это такие технические нюансы для удобства автолюбителей и пешеходов, для наших граждан. Какие-то нюансы. Но говорить о том, что не стоит опыт технических организаций с технической точки зрения, с инженерной улицы Роженекидзе применять на других улицах, наверное, нет. Потому что все-таки эффект положительный. Количество ДТП, оно снизилось на этой улице. Что у нас в плане по городу, если говорить, какие дороги стоит приводить в порядок, что еще не доведено до совершенства, скажем так? До совершенства доводить можно шлифовать, и шлифовать можно всю жизнь. Но вот сейчас мы видим, что у нас начался очень большой активный ремонт на Московском шоссе, въезд в наш город. Уже поменяли фонари. Вечером мы совместно с сотрудниками администрации города Твери, мои инспектора дорожного надзора, проехали, посмотрели это освещение новое. Оно соответствует всем существующим требованиям, причем превосходит в большинстве случаев в 2,5 раза освещенность. Но очень хорошие фонари, действительно, светодиодные, светят здорово. Но, кстати, это очень важно. Очень важно, конечно. Сейчас вот ведется укладка асфальтобетонного полотна. Естественно, предусмотрена замена дорожных знаков, обустройство пешеходных переходов, заездных карманов для общественного транспорта, площадки посадочные и так далее, светофоры. Это великолепно. Расширяться будет или это... В рамках существующей ширины проезжей части, потому что это ремонт, это не реконструкция, будет несколько изменена схема организации дорожного движения. Не будет того, что посередине проезжей части одна сплошная линия разметки. И вот здесь полторы полосы, и здесь полторы полосы. Мы попробовали совместно с организацией, которая проектировала исполнение работы на Московском шоссе, предусмотреть возможность встречного разъезда и обгона без выезда на полосу, предназначенную для встречного движения. А каким образом это будет? Ну, давайте дождемся все-таки окончания ремонта. Давайте, давайте. То есть, понимаете, разъезд будет, но без выезда на встречку. Что принципиально. Принципиально, конечно. А качество укладки асфальтобетонного покрытия, о котором мы тоже все время говорили, это контролируется, это улучшается. Конечно, конечно. Помните, когда под зиму, а лучше под Новый год, это все сделалось, потому что нужно средства осваивать. Ну, технологии, конечно, не стоят на месте, идут вперед. Сейчас есть технологии, когда при минусовой температуре можно укладывать асфальт. И можно и в воду, и в лужи. Ну, в лужи, наверное, нельзя, подсушивать нужно. Но такая технология есть. Но мы-то сейчас говорим о летнем ремонте, в принципе, сейчас. Поэтому сомнений в качестве у меня не возникает. Хотя я не инженер, и принимать, конечно, будет владелец дороги администрации города Твери. Вот именно качество асфальтобетонного покрытия. А вот общий вид, инженерные мероприятия и так далее. Естественно, мы тоже поучаствуем и свое мнение выскажем. Ну, то есть, вы в такой связке работаете. Да, вот у нас в этой студии приходили представители городской администрации, которые за это отвечают. Кстати, теперь Денис Игоревич у нас работает на той стороне, скажем так, да? То есть, вы советуетесь, вы выезжаете, вы контролируетесь. Обязательно, обязательно. Потому что иначе... У нас же одна цель-то. Первое, это спасти жизни и здоровье наших граждан. А второе, сделать более комфортной и качественной среду, в которой мы вместе проживаем. Поэтому только с владельцем дороги. Не важно, чего это касается города Твери, региональных дорог, федеральных, все равно с владельцем дороги обязательно. В плотном взаимодействии, только совместными усилиями с коллегами мы сможем действительно сделать наши дороги безопасными и качественными. Участники дорожного движения выражают свои какие-то пожелания? Или они приходят больше в администрацию Твери? Или к вам тоже? В том числе и к нам. Нет, к нам тоже поступают, естественно. С нами удобно общаться, потому что у нас электронное взаимодействие. То есть на сайте можно спокойно написать свое обращение. Есть предложения, в том числе и по организации дорожного движения, изменению схем организации дорожного движения, как на перекрестках в центре города Твери, так и на отдельных улочках, может быть, каких-то периферийных. Такое есть. Нам эти вопросы самим госавтоинспекцией не решить, потому что это все-таки ведение владельца дорог, потому что, естественно, мы свою точку зрения высказываем и перенаправляем с нашими комментариями владельцу дороги для дальнейшего выстраивания проектных работ и так далее. Вот сейчас очень активно граждане участвуют в обустройстве дорог местами для посадки в автобусы. Потому что Верхневрожское АТП наше работает, работает хорошо. Мы видим, что по дорогам Твери в основном теперь двигаются синие автобусы. Это еще помните, мы вместе участвовали, два месяца прошло, вот здесь вот за круглым стороном, когда было очень много вопросов, были проблемы. Сейчас выравнивается. Выравнивается, да. То есть таких автобусов гораздо больше, чем каких-то не синих, скажем. Уже даже как-то диковато садиться в маршрутку, чисто психологически. Совершенно верно. И поэтому, когда сначала был вопрос по соблюдению расписания, там еще почему-то, вот вопрос отходит на задний план. Теперь вопрос комфорта. Нам бы посадочная площадка. Посадочная площадка есть, нам бы дорожку к посадочной площадке, потому что она ведет через газон. То есть вот такие вопросы. Сейчас мы очень активно тоже в этом занимаемся, реестр составляем, с администрацией города взаимодействуем. Часть, понятно, что все сразу сделать нельзя, но часть вопросов в этом сезоне, я думаю, что будет снята. Еще бы вот эти самые тротуары, которые вы говорили, из-за чего выходят люди на проезжую часть, проблему с пешеходами решить, где нет этого тротуара, да, где все месиво или грязь или что-то. Ну, как правило, все-таки это касается малых населенных пунктов, где мы понимаем, что бюджет невелик, и в этих местах можно играть несколько иным. Мы уже проводили несколько лет назад такую работу. Сейчас посоветуемся с коллегами областного министерства транспорта. Может быть, проведем еще такую дорогу по оптимизации мест установки дорожных знаков начала конец населенного пункта. Мы понимаем, 500 метров жилья нет, а считается населенным пунктом. Вот если уменьшить количество дороги, находящихся в пределах населенного пункта, мы, естественно, снизим количество аварийной с участием пешеходов. Пешеход, выходя на проезжую часть вне населенного пункта, он ведет себя совершенно по-другому. Даже если он нарушает и идет без отражающего элемента на своей одежде, он понимает, что он идет вне населенного пункта, скорости совершенно другие. Поэтому, может быть, вот из-за этого и происходят такие ДТП. То есть, вот одно из путей решения. Помните, у нас одно время отремонтировали, помните, Санкт-Петербургское шоссе, и сразу увеличилось количество ДТП, потому что хороший асфальт, вроде бы простор большой, и начинают водители мчаться, превышают скорость. И был такой период. Вот сейчас открывается мотосезон, да? У нас же лето. Как велосипедисты, так и мотоциклисты. Это же тоже повышенная опасность. Как правило, сразу всплеск идет, как только выезжает. Мы уже зафиксировали. Вот были несколько теплых дней. В этом году мы уже зафиксировали ряд ДТП. И с тяжкими последствиями было ДТП. При этом, понимаете, после пешехода водители велосипеда, там, мототехники, ну, любой двухколесной техники, он следующий, наверное, по защищенности после пешехода, незащищенности участников дорожного движения. Вот разбирали тут ДТП буквально 10 дней назад с участием мототехники. Он не виноват. Он прав. Он правила дорожного движения соблюдал. Но, к сожалению, он не имеет права управления. Мотоцикл у него не зарегистрирован. Управлял без мотошлема. Ну, в итоге последствия. Какие последствия? Не виноват. А зачем ты появился на дороге? Не имея права управления. Может быть, опыта не хватило предусматривать. Ну, все равно в автошколах учат. Учат не только правилами дорожного движения, но и управлять транспортным средством. Это, наверное, вот тот подвопрос по повышению качества обучения в автошколах, который необходимо задавать. Мы же понимаем, что как в школе научат, так себя ребенок всю жизнь и ведет. То же самое здесь. Как в автошколе отучили, так и водитель будет вести себя на дороге. Кстати, по вашему качеству обучения в автошколах в основном или, может быть, снизить это количество автошкол, но лучше, чтобы учили качественно и наверняка. Ну, я думаю, что госавтоинспекция, предоставляя государственную услугу по приему квалификационных экзаменов на право управления транспортным средством, мы имеем все необходимые для этого полномочия. Мы сейчас несколько пересматриваем специфику и методику приема экзаменов, с учетом того, что и будут несколько изменены эти правила на федеральном уровне. Правила дорожного движения у нас все сдают в компьютерных классах. То есть мы все понимаем, что не выучил, не сдал. Когда принимается экзамен на площадке и на условиях обычного дорожного движения на дорогах нашего города, региона, в других городах, экзаменатор, конечно, присутствует. Но все-таки, скажем так, возможность личностного восприятия экзаменатора конкретному курсанту, она снижена. Потому что как минимум 9 видеокамер внутри салона автомобиля экзаменационного смотрят на приборы, экзаменатора, экзаменуемого и так далее, и вот эти всяческие разные ситуации, которые возможны, они сведены на нет. С учетом того, что мы сейчас, наверное, пересмотрим большинство маршрутов, по которым сдаются экзамены, мы их пересмотрим, качество, я думаю, что повысится. Пускай с первого раза у нас не сдаст водитель, молодой водитель, но когда он сдаст, он будет уже знать, что он действительно готов к участию в дорожном движении. — Кстати, сейчас в условиях коронавируса продолжается учеба в автошколах? — Да, учеба продолжается в автошколах, потому что это как бы наутку по уже самим учебным заведениям. Что касается оказания государственных услуг, то МРЭО их оказывает в плановом порядке. Если это касается регистрации и перерегистрации транспортных средств, то только по предварительной записи с использованием единого портала государственных услуг. — То есть уже так, живая очередь уже не прокатывает? — Понятно, что у нас там социальная дистанция обозначена внутри помещения МРЭО, и советуем ожидать на улице. Мы берем телефончики, лучше пригласим к себе. Ну зачем стоять? Можно на улице подождать или в автомобиле в своем опять же посидеть. Поэтому ведется прием граждан спокойно, быстро, качественно, но только по записи. — Как нам часто задают вопросы, что делать, если просроченное право, вернее, если срок подходит, срок замены, техосмотр. Много вот таких проблем, которые касаются документации. Что делать? Что касается водительских удостоверений, значит, на днях опубликован указ президента Российской Федерации, который предусматривает пролонгацию действий водительских удостоверений до момента их замены, срок действия которых истек с 1 февраля текущего года и по 15 июля включительно текущего года. То есть понятно, что водительское удостоверение нужно будет заменить, но тогда, когда закончатся ограничительные меры, можно будет получить медицинскую справку, прийти спокойно записаться, получить от государственного услуга. — То есть никаких административных воздействий тут не будет? — Нет, но нужно понимать именно с 1 февраля и до 15 июля. — До 15 июля? — Да, до 15 июля. То есть тех, кто сегодня-завтра истекло водительского удостоверения, не нужно паниковать. Можно продолжать спокойно. — Режим той же самой самоизоляции, да? — Самоизоляции, никуда не нужно. Закончится все, спокойно придете и поменяете. Штрафных санкций из-за замены позже этого водительского удостоверения никаких не предусмотрено. Что касается технического осмотра, в принципе, станции техообслуживания работают, поэтому получить такую услугу по прохождению техообслуживания это можно, тем более, что госавтоинспекция только надзирает за этим, за этой услугой, но ее не предоставляет. Что касается других услуг государственных, которые мы предоставляем по переоборудованию, по выдаче связи о перевозке опасных грузов, ну, бензин, топливо отвозить равно надо. Мы его тоже предоставляем, но по предварительной записи по телефону, потому что их районные подразделения ГИБДД предоставляют. Все телефоны на нашем официальном сайте есть, они актуальны. Соответственно, вот звоните, записывайтесь, и никаких очередей нет. Никаких нет. Просто нужно обозначить время, чтобы не попасть в одно время с другим представителем какой-то организации, юридического лица, недавнего предпринимателя. Вы сказали, что вы как бы мимизируете, стараетесь мимизировать контакт инспектора, да, с тем, кто находится в машине либо за рулем. Значит ли это, что как-то сокращено количество плановых рейдов, я имею в виду, рейды по проверке нелегальных такси, тот же самый контроль трезвости, пристегивающиеся устройства, проверки работы транспорта Верхней Волжи, которые тоже надо проверять? Конечно. Мы немножко сейчас ушли от рейдовых мероприятий с учетом вот такой сложной пандемийной обстановки. Ну, во-первых, наверное, все обратили внимание, что сотрудник ДПС на дороге несет службу в перчатках одноразовых, резиновых, да, и в масках обязательно. В масках, да, да, обязательно это видно. Потом рекомендовано оформлять, даже вот если выявлено административное правонарушение, он оформляет его либо на улице, либо в салоне патрульного автомобиля, при этом гражданин в патрульный автомобиль не присаживается. Как это раньше было. Да, да. Единственное исключение составляет те, кто находится с признаком опьянения. Ну, здесь, как сказать, на полную катушку, никуда от этого не деться. Административные процедуры есть, административные процедуры, их нужно исполнять. В связи с тем, что количество нарядов наружных служб, плотность на дорогах, она увеличена, потому что мы понимаем, что в таких вот условиях, значит, распространения коронавируса, нам нужно иметь как можно больше полицейских в зоне доступа граждан. В случае необходимости оказания какой-то помощи и так далее. Участникам дорожного движения не важно. Значит, поэтому вот в рамках увеличенного количества патрулей на дорогах у нас, наверное, и количество водителей, которые попадают во внимание, оно и так увеличивается. Поэтому какие-то рейдовые мероприятия специально проводить, ну, совершенно нет необходимости. Хотя, вот, значит, вчера только вот за время несения службы три нелегальных такси совместно с Министерством транспорта Тверской области были выявлены, привлечены по определенным статьям к административной ответственности, и транспортное средство было задержано до проведения административного расследования. А вы говорите, усиленное количество патрулей на дороге. Хватает вообще сотрудников ГИБДД, которые слушают, или необходимости есть? Если взять штатную численность, которая у нас существует, ну, конечно, хотелось бы больше. Ну, хотелось бы больше. Хотелось бы и там охватить, и здесь бы сделать, и здесь бы предугадать, предусмотреть и обезопасить. Но как есть, так есть. Значит, а вот некомплект, ну, знаете, у нас некритичный некомплект, он меньше 5-4 процентов, ну, всегда это жизнь. Кто-то, значит, дослуживается до предельного возраста, до пенсиона, уходит на пенсию. Поэтому, естественно, нам приток молодых кадров нам нужен. В основном, конечно, это юноши, значит, мужчины молодого возраста до 40 лет, если мы говорим о офицерских должностях, имеющих высшее юридическое или среднеюридическое образование, либо иное образование техническое, потому что у нас есть такие должности, которые связаны именно технические, ну, те же дороги, или тот же надзор за техосмотром. Там маленько иные специальные знания нужны, чем юрист. Ну, поэтому те, кто отслужил в армии, не имеют противопоказаний по возрасту и состоянию здоровья, милости просим к нам. Несколько слов о том, ваш стаж в ГИБДД каков? Ну, стаж в ГИБДД у меня с 99-го года, то есть 21 год. Вообще служу уже почти 29 лет. Начинали с низов, да? То есть все прошли? Ну да, да, да. Я начинал в районном подразделении с инспектора по пропаганде. То есть, в принципе, работа со средствами массовой информации, с людьми, с детьми, мне знакома с самого начала моей службы в госавтоинспекции. То есть, есть возможность сейчас, да, вот именно вам пригласить ребят, которые сомневаются, что это на самом деле дружная крепкая семья, да? Конечно, конечно. И у вас же много ветеранов, которые работают очень много лет. Да, да. Много ветеранов, которые и служат до сих пор, могут передавать свой опыт, потому что действительно специфика существует, специфика очень сложная. По каждому направлению деятельности есть специальный свой административный регламент. Это не один приказ на всю службу, а вот сколько направлений, столько административных регламентов. У нас действительно очень многогранная служба. Ну и те ветераны, которые уже отслужили, которые ушли из органов, но однако они приходят и на общие собрания, и на занятия, делятся опытом, рассказывают, как было раньше, предлагают какие-то инновационные методы несения службы, потому что они видят это чуть-чуть со стороны теперь. То есть такое общение, конечно же, есть. Ну, у нас совсем немного осталось до конца эфира. Хочется услышать ваши пожелания всем участникам дорожного движения. Всем участникам дорожного движения. Первое – это здоровье. Да, сейчас это на первом месте. На первом месте. Первое – здоровье. Чувствуете недомогание – не садитесь за руль, потому что вы будете нарушать пункт 2.7, правила дорожного движения. Запрещено в состоянии легкого даже недомогания садиться за руль, потому что не забывайте, что вы управляете источником повышенной опасности. Если же все-таки вы стали участником дорожного движения, находитесь за рулем, и вам нужна помощь, номера 112 с любого точки берут. Мы вместе с другими оперативными службами обязательно вам поможем быстро. Дорогие участники дорожного движения, в случае, если вы видите, что кто-то в соседней полосе, на соседней улице неадекватно себя ведет на дороге, его состояние вызывает у вас обоснованные подозрения, сообщайте по номерам дежурных частей 112. Мы, соответственно, поможем разобраться вот с таким участником дорожного движения. Ну и, дорогие родители, берегите детей. Мы вернемся к тому, что сейчас начинаются теплые деньки, дети достанут свои велосипеды, летние веселые куртки и побегут играть. Давайте постараемся, во-первых, минимизировать их нахождение на улице в условиях пандемии, пока не отменен этот карантинный режим. Ну и, второе, обезопасим их как участников дорожного движения. Они у нас будут в детских удерживающих устройствах, пристегнуты. А если появляться на дорогах, то только под присмотром родителей и на пешеходном переходе. Спасибо вам огромное, Андрей Владимирович, за участие в нашей программе. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Андрей Владимирович Григорьев, исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области. Спасибо вам и будьте здоровы. Спасибо. Как и всем нашим телезрителям и радиослужителям, желаю здоровья. Не болейте. До свидания.